Агрегат Которые образуются в результате Переработки чая И крупных листиков Которые у нас собственно и идут В пачке А это черный иван чай Уже готовый Сейчас посмотрим как мы его Распределяем по фракциям Ну оно Несколько похоже на Сортировальные машины Которые я видел Тот же вибростол Ситечки и так далее Вот сюда у нас попадает Крустный чай А сюда идет Мелочь Сюда идет мелочь А вот сюда уже идет пыль А вот мешок еще и пыль Саша мы с тобой в свое время говорили о том Чтобы делать чай в пакетиках Вот как раз пыль и мелкая фракция Идеально подходят для изготовления чая в пакетиках Как вы видите это абсолютно нормальный продукт То есть это подробно сделать не все одно Это ситечки Онорвавшиеся от вкусных вкусов И мы, кто не вступит в активность Используют для изготовления чая в пакетиках Не знаем только под наматом Будет этот продукт или нет Либо может быть мы его продадим К какому-то другому производителю Который сделает качественный продукт Но обязательно это мы будем использовать Ничего плохого в таких мелких фракциях нет Это все тот же чай из того же мешка Совершенно верно И аппарат По-китайски что написано А я так считаю Что это сортирователь Залтилователь Иногда попадаются вот такие катышки Они прекрасно завариваются И мы их собираемся продавать отдельно Очень вкусно получается, кстати Ну да, они как Это я видел китайские тачи Это как улун такой своего рода получается Естественно все перебирается Какие-то там веточки Если мы видим, мы их убираем Что-то, что-то, что-то нечайное Как тебе запах? Запах вообще чума Мы собираем чай исключительно До начала цветения То есть цветущий чай у нас уже не собирается И повторюсь Мы используем только лесной чай То есть тот чай, который растет в лесу И на опушках леса Потому что только такой чай Может дать нежные листочки Которые мы сможем или можем закрутить Вот до той кондиции Которая не отличает готовый чай Наш готовый чай От, например, традиционного Индийского или цейлонского Слушай, ну а в лесу-то его ведь растет Гораздо меньше Да, именно поэтому мы чая делаем Ограниченное количество Очень немного Буквально В районе полутора-двух тонн Не больше Нам это не нужно Просто он продается По цене достаточно высокой И далеко не каждый захочет Или сможет просто покупать такой чай Есть большое количество альтернатив Это и гранулированный чай И, ну скажем так, сделанный Несколько по иной технологии Которая не подразумевает Таких серьезных вложений Слушай, скажи, пожалуйста Зачем приходится так мешать? То есть он сам и не попадает? Нет, сам не попадает Дело в том, что листочки Цепляются друг за друга И для ускорения прохождения чая Нам его нужно немножечко подмешивать Немножечко Я вижу, что постоянно На самом деле в этом нет ничего плохого В процессе сортировки Чай доламывается до определенного размера Который, собственно, идеально подходит Для того, чтобы упаковать пачки И визуально это выглядит гораздо лучше Сейчас вот мы еще Посмотрим Обязательно Сравним эти фракции То, что вот здесь отделилось От того, что есть в мешке И сравним вот с этим Саша, расскажи, пожалуйста Что мы видим теперь? Ну вот мы видим теперь Вот те катышки, о которых я говорил Вкуснятина, на самом деле Их некоторые выбрасывают И делают очень зря Они сочетают в себе Во-первых, очень интересный вид Эстетику, да И вкус, самое главное Они более богаты вкусом Нежели обычный чай Вот такой вот рассыпной Дело в том, что там происходит Процесс более глубокой микроферментации И в этом основная ценность катышков А за счет чего они получаются? Дело в том, что внутри остается Некоторое количество влаги Ну неизбежно То есть они досыхают В последнюю очередь И за счет этого За счет того, что влага там присутствует Достаточно длительное время происходит Повторная микроферментация И вот получается такой интересный продукт Здесь мы видим классический черный чай Как вы видите Его практически невозможно отличить От нормального Цилонского, например, чая Вот здесь более крупная фракция Которую можно использовать Для изготовления пирамидок Мелкие вот эти вот Белесые включения Это остатки жилок чайных Дело в том, что это вот В данном случае указывает Указывает на то, что использован Именно молодой чай Обратите внимание Жилки очень тоненькие И здесь уже, по сути дела Пыль, состоящая из тех же жилок И кусочков, мелких кусочков листиков То есть это совсем мелкая фракция Которую можно использовать Для приготовления чайных пакетиков Надо сказать, что в жилках Содержится все то же Что и в листах чая То есть эти жилки были собраны То есть не жилки, а листики Были собраны до одеревенения Поэтому весь, без исключения продукт Будь то пыль, будь то мелкая фракция Крупная или вот эти катышки Это ценнейший продукт Который можно и нужно употреблять Просто мы, ну в силу определенной философии Я не знаю Направленности нашей компании Используем прежде всего Вот, не прежде всего А вот только такой чай То есть вот значит Это у нас побочный продукт Я понял Крупный чай получился Вот из основного лотка Вот этот вот Из среднего Который в красный лоток падал Да, да И вот это вот в кругу Это пыль Да, да А катышки в каком месте? А катышки они вообще в чае содержатся То есть они вместе вот во время сортировки Во время сортировки они убираются Они и до сортировки убираются После сушки сразу же И в процессе сортировки чая Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok